Сегодня мы поговорим о конкуренте Tesla Model S 2021 года, а именно о электромобиле Lucid Air Car от бывшего сотрудника Илона Маска. Бывший сотрудник Илона Маска действительно выпустит свой электрокар. Но насколько же он лучше, чем автомобиль Tesla Model S? Питер Орлинсон, британский инженер, который больше всего известен как создатель электрического автомобиля Tesla Model S. В 2012 году он ушел из компании Илона Маска. И впоследствии стал главой Lucid Motors. Уже в первой половине 2021 года она выпустит автомобиль Lucid Air и Питер Орлинсон утверждает, что он лучше электрокаров Tesla. По его словам, они создали самый быстрый в мире электромобиль с наибольшей дальностью хода. Стоимость новинки оценивается в 169 тысяч долларов, что по текущему курсу равно более 12 миллионам рублей. Автомобиль Lucid Air смогут себе позволить только богатые люди. Однако в будущем компания хочет постепенно снижать стоимость своих автомобилей. И примерно через 10 лет они будут по карману почти всем желающим. Предлагаю выяснить особенности автомобиля Lucid Air. А также больше узнать о Питере Роулинсе и его взглядах на рынок электрических автомобилей. Чем же Lucid Air лучше Tesla Model S 2021 года? О характеристиках автомобиля и планах Питера Роулинса было сказано в издании Forbes. На одной зарядке автомобиль сможет проехать 832 километра. Это рекорд для электрических автомобилей. Также утверждается, что аккумулятор будет быстрее заряжаться. Но насколько именно, пока никому неизвестно. Разгон до 100 километров в час займет 2 секунды. Корпус будет алюминиевым, а дизайн вполне себе премиальным. На данный момент такими показателями не может похвастаться ни один автомобиль Tesla. Способный конкурировать с Lucid Air автомобиль Tesla Model S Plaid выйдет только в конце года. В январе Илон Маск поделился, что на одном заряде эта модель сможет проехать 836 километров. Разгон до 100 километров в час займет менее 2 секунд. Tesla Model S был представлен в 2012 году и до сих пор считается самым премиальным. Пока ни один из этих автомобилей не вышел в продажу. Поэтому словам Питера Роулинса и Илона Маска придется слепо верить. Но то, что ожидаемый Lucid Air как минимум до конца года может быть мощнее существующей модификации Tesla Model S, это факт. Когда же электромобили станут дешевле? В течение 5 лет Питер Роулинсон хочет продать 100 тысяч электромобилей стоимостью 40 тысяч долларов. По нынешнему курсу это около 3 миллионов рублей. Что не так уж и много для автомобилей с эритическим двигателем. По сути инженер просто хочет взять существующую силовую установку мощностью 1080 лошадиных сил внутрь менее навороченных автомобилей. В идеале компания Lucid Motors начнет производство электрокаров стоимостью 25 тысяч долларов, то есть 1,8 миллионов рублей. Эту же цель преследует компанию Tesla, но пока ей это не удалось. Сегодня Tesla хочет производить как можно больше автомобилей. Из-за ускорения сборки некоторые электрокары компании выходят бракованными. Подробнее об этом мы уже говорили. Получается, что электрические автомобили могут подешеветь уже в 2026 году. К их массовому появлению США готовится уже сейчас. Новый президент Джо Байден уже подписал распоряжение о постепенной замене работающих на ископаемом топливе государственных автомобилей на электрические аналоги. Также он пообещал построить тысячи новых зарядных станций для электромобилей. Судя по всему, в ближайшее время в США появится больше зарядочных станций для электромобилей. Не бездействуют и крупные производители автомобилей. Корпорация General Motors уже взяла на себя обязательство в 2035 году производить только электромобили. Отказаться от бензина и другого ископаемого топлива также хотят компании Ford и Volkswagen. По мнению аналитика Адама Джонсона, в 2021 году продажи электромобилей по всему миру возрастут на 50%. Больше всего этот рост заметен в американском штате Калифорния, где находится главный офис Lucid Motors и Tesla. То есть сначала на электрических автомобилях массово начнут ездить калифорнийцы, а уже потом весь остальной мир. Само собой разумеется, что Lucid и Tesla не единственные крупные производители электромобилей. Например, помимо них есть производитель электрических внедорожников и пикапов Rivian, который получает финансовую поддержку от Amazon. Созданием электрического автомобиля занимается дизайнер Хенрик Фискер. Ожидаемая в 2022 году новинка получит название Fisker Ocean и будет стоить 37,5 тысяч долларов. В автомобильный рынок может нагрянуть и компания Apple, но что именно она выпустит пока не ясно. Возможно, она разрабатывает полноценный автомобиль. Но есть и вероятность, что речь идет о технологической платформе, которая будет продаваться сторонним автопроизводителям. То есть в будущем могут появиться автомобили от условных Ford и Volkswagen, основанных на технологиях Apple. Люди явно будут такое покупать. Давайте же поговорим, кто такой Питер Роллинсон. Раньше инженер Питер Роллинсон занимался улучшением гоночных автомобилей Lotus Car. В 2009 году он пошел работать в Tesla. В этот момент компания как раз начала обретать большую известность. Именно благодаря ему в продаже появился первый успешный автомобиль компании Tesla Model S. В целом Питер Роллинсон положительно отзывается о работе с Илоном Маском. Разногласия разве что возникли во время разработки кроссовера Tesla Model X. Потому что Илон Маск настаивал, чтобы двери автомобиля раскрывались словно крылья. Питер Роллинсон считал, что из-за этого решения разработка автомобиля затянется. Так оно и произошло. Инженер покинул Tesla в 2012 году, потому что ему нужно было ухаживать за своей матерью. Уже через год он стал техническим директором стартапа, который был поставщиком аккумуляторов для электромобилей. В 2016 году стартап был переименован в Lucid Motors. Примерно тогда уже стало известно о разработке автомобиля Lucid Air. Некоторые люди не верят в этот успех электрокара. Но в свое время к Tesla Model S было такое же отношение.